Мини Метро На текущий момент игра бесплатная, потому что пребывает в стадии альфа, это вот десятая альфа уже на текущий момент, видимо, исходя из даты, прямо очень-очень свежая, и сейчас в неё можно играть бесплатно в браузере, поэтому, ну, собственно, почему бы нет, но в перспективе игра будет продаваться, и очень много чего разработчики, или же разработчик, может быть, этой игры наметил. Я играл мало, и играл я в восьмую, да, играл я в восьмую альфу, десятая видоизменилась, если вы играли в какую-то из прошлых, то я думаю, вы поймёте, о чём речь, даже чисто внешне, даже чисто внешне игра изменилась, но вот попытаюсь, попытаюсь, хотя сливался дичайше, и в прошлой версии, и в этой наверняка буду. Так, как тебя снять-то, вот так, раз, раз, всё. Будем исходить из кольцевой схемы построения метро, собственно, игровой процесс заключается в том, что у нас появляются станции, вот эти вот, вот они, собственно, прошу и любить, и жаловать, вот эти станции, и мы между этими станциями, точнее, мы должны эти станции обслуживать, вот, на них появляются пассажиры, которые своей формой намекают на то, в какую станцию им нужно приехать, ну, в какого типа, даже, наверное, будет правильно сказать, станцию им нужно приехать, и чем мы располагаем? Располагаем мы определённым набором станций и туннелей, то есть есть какое-то количество туннелей, которые мы можем себе позволить организовать, и какое-то количество станций, ну, сейчас, по-моему, это вот прямо в чистом виде, да, станции, хотя в восьмой Альфе, например, это были либо станции, либо вагоны, вот, ну, вот, 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 как бы вот такой был вариант. Сейчас несколько иначе, думаю, что, может быть, в прошлых версиях было иначе, а может быть, и в будущих снова что-нибудь поменяют, в общем, существуем вот в такой вот обстановке. На текущий момент даже в игре нет музыки, поэтому вы, скорее всего, если я не забыл, то слушайте какую-то музыку, которую врубил здесь я, но в перспективе музыка будет точно так же случайным образом генерироваться, как случайным образом генерируются и места расположения станций, да, они сейчас генерируются случайным образом, вот здесь мы соединим третьей линией метро, так, и первое повышение бюджета. Повышение бюджета, как видите, происходит каждую неделю, но, по-моему, еще происходит, по-моему, еще можно заапгрейдиться через каждые 100, что ли, ну, не знаю, в общем, будем смотреть. Так, 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 платформ, капэсити, это на платформах у нас может больше пассажиров стоять без переполнения, потому что здесь проигрыш происходит тогда-то, когда на какой-нибудь станции происходит переполнение, и оно долгое время не рассасывается. Дополнительных два туннельчика или рейлкер капэсити, это для всей сети, ну, это сейчас апгрейды, в принципе, для всей сети, либо вот перевозить в вагонах больше пассажиров. Я, наверное, возьму сейчас два дополнительных туннеля, потому что это работа на перспективу, хотя дополнительный объем вагонов, это тоже вещь, на самом деле, довольно-таки полезная. Так, вот откуда сюда провезти? Может быть, из фиолетового? Ну, фиолетовый у меня, наверное, будет работать все же на правый берег, поэтому зеленый или красный. На зеленого перегружать тоже не очень хочется, честно говоря. Ну, давайте, давайте, ладно, пусть будет зеленым. Посмотрим, через кого выйдет, я, может, потом вообще как-нибудь соединю их. А, скорее всего, вообще проиграю уже. Рекомендую, на самом деле, скачать отдельную версию, потому что вот я сейчас играю в браузере в разрешении 800 на 600, а в отдельной, в отдельно скачиваемой версии у вас будет все-таки 1024 на 768, то есть картиночка побольше, будет поудобнее. Ну, вы-то сейчас, конечно же, смотрите картинку, над которой я немножко поработал, чтобы ее увеличить, но вот такая ситуация. Кстати, на самом деле, вот это само по себе таковое разрешение намекает на то, что разработчики нацелены в том числе на мобильные платформы. Ну, не только это, не только это, на самом деле, будем честны, намекает на данный факт, но еще и тот момент, что, так, я могу еще одну ветку? Нет, еще одну ветку я организовать не могу, поэтому либо красную сюда подвести, ладно, фиолетовую подведу. Намекает также тот факт, что управление, как бы, интерфейс, он весь такой вот, он довольно мобильный, ну, вот по ощущениям, по ощущениям прям довольно мобильный такой, ну, прям, ну, представьте себе, пальцами, мне кажется, очень легко все это укладывается в движение пальцами, ну, на мой взгляд, так, с этой. Вот тут у меня уже, как видите, пошла проблемка, проблемка, проблемка пошла, как я буду с ней работать, я не знаю, можно попытаться подвести сюда красную ветку, но я не уверен, что это будет эффективно, то есть у меня получится где-нибудь в другом месте затор из-за этого. Слишком длинная, как видите, слишком длинная зеленая ветка. Подвести сюда фиолетовую, ну, тоже, так, route, open new line, second locomotive, то есть либо дополнительная линия, это инфраструктурный апгрейд, либо два поезда, ну, два вагона на одной из линий. Я открою новую линию, причем это будет вот такая вот кардинальная линия, которая соединит дополнительно. Давай, 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 надо успевать, надо успевать, разгружай станцию. Так, вроде бы подразгрузили, но опять-таки, вот видите, проблема зеленая, у меня получается все равно очень сильно перегруженная, а тут еще и появление не просто новой станции, но еще и нового типа станций. Это, это не очень, это не есть гуд. Так, что-то у меня прям все плохо. Я сейчас проиграю, смотрите, прям сейчас в прямом эфире. Опа, и проиграл. Так, ну давайте try again, попробуем еще раз. На самом деле игра при всей своей такой вот вроде бы простоте, она, как видите, довольно непроста. Да, так соединим, так вот, я решил поступить очень оригинально и соединить одной линией все три станции. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот, ну и, собственно, можете сами пронаблюдать, что первый раз, начиная, у меня только сам какой-то такой внешний вид, да, то есть расположение водных артерий, оно сохранилось. А сама по себе карта, которая формируется из станции, она, как видите, совершенно иная. Совершенно иная, и никаким образом не напоминает прошлое. И так же будет у вас каждый раз. И это делает игру интересной. Делает игру интересной, на мой взгляд. Так, а вот тебя как соединить? Ну, я могу, в принципе, вторую ветку здесь организовать. Но вот откуда я организуюсь? Ну, давайте отсюда организуем, пофиг. Я, конечно, далеко не профи. Ну, совершенно очевидно, что я здесь далеко не профи. Мне еще доступна третья ветка. Я бы мог ее прямо сейчас организовать. И третью ветку с легкостью, вообще, для меня не проблема. Но если в этой игре подразобраться, то я думаю, что здесь можно такой метрополитен выстроить, что мало никому не покажется. Так, закольцевать, что ли? Давайте закольцуем. Мне кажется, все-таки, что кольцевой вариант, это вообще, это наше все. Да. Ну, не зря же, правильно? Не может быть, чтобы зря. Наверняка что-то есть в кольцевом варианте, раз он используется. Так, тем более. Ну, хотя вот они ездят все-таки, надо понимать, да, что мы делаем кольцо, но он будет ездить все равно по кольцу, так или иначе. И вот опять зеленая ветка, будь она проклята, трижды, у меня какая-то неудачная получается. Причем, прямо в самом начале. Так, давайте еще одну линию организуем, вот так вот. И даже их соединим, может быть. Я что, уже проиграл, что ли? Хо-хо, ничего себе, поглядите-ка. Ну, что я могу, так, рейлкар, давайте рейлкар капрессити. Мне тут уже все равно, я уже проиграл, поэтому мне все равно как убрать апгрейд. Раз. Ну, вот, как видите, при кажущейся такой вот простоте, ну, и, конечно, изрядной доли моей невнимательности и неспособности выстроить правильную схему метрополитена. Вот. Игра довольно, если в двух словах, конечно, непростая при всей своей кажущейся простоте. Все-таки метро это дело серьезное, надо понимать. Ну, что ж, друзья, это была игра, которая называется Mini Metro. Напоминаю, что на текущий момент в альфа-версию, самую свежую, вы можете поиграть прямо на сайте этого проекта. Ссылку на которую вы можете обнаружить в описании к данному видеоролику. Там, кстати, можно со скидкой игру предзаказать, чтобы в тот момент, когда она, наконец, станет платной, вы уже как добросовестный пользователь получали все самые-самые последние новые версии уже коммерческого продукта. Но на текущий момент, вот, прямо на сайте, запускайте, играйте, проигрывайте, выигрывайте, стройте кольцевой метрополитен и вообще какой угодно. Огромное вам спасибо за внимание и до свидания, друзья. Редактор субтитров А.Семкин